друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал ульга уралочка лайф мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей напоминаю вам о том что не появился телеграм-канал ссылочку на него я обязательно закреплю в комментариях но также своих хороших и добрых зрителей я хочу поблагодарить за ваши лайки за ваши подписки за ваши хорошие добрые веселые интересные смешные комментарии мои хорошие огромное спасибо за вашу поддержку ну что хочется спеть следующее а самолет летит колеса терлись а вы не ждали нас а мы приперлись а да но это собственно не ждали меня естественно уралкины хомяки а мои зрители всегда рады меня слышать да ну что ребят постараемся сегодня выйти в прямой эфир так что не расходимся мои хорошие не ну понятно у кого есть такая возможность да кто собственно может тот конечно же приходите светик там не уже написала моя зрительница написала галя вообще просто нашествие уралкиных хомяков под мой последний обзор друзья мои а шо случилось а вы знаете что случилось а они там стали грудью на защиту уралкиной чести и достоинства да да знаете на канале уралки там ее уже обосрали вдоль и поперек уралка то думала ща она выйдет с селедкой да с тортом на столе да селедка друзья мои в торте да торт селедкой торт под селедкой ща она выйдет с огурцами с грибами маринованными и так далее и как понесутся пожелания поздравления да молодец ты олечка да все правильно ты сделала деточка ты наша тетя моти ты наша лялечка ты полкило да молодец да две недели прошло уже сарафаном начала шуры-мура водить молодец веселая вдова ничего не скажешь но не тут то было друзья мои люди ее просто знаете вот собственно высказали ей в лицо все что они думали и она психанула да психанула до такой степени что выскочила с последними новостями в своем телеграм-канале там правда у нее ни черта нет выложила друзья мои посмотрите как к нашему обду относятся боже это не люди мне в своем предыдущем обзоре как раз таки по этой теме прошлась очень хорошо сказав что не вам нам говорить да когда нам желают смерти и так далее короче кто не смотрел зайдите посмотрите сейчас это все обсуждать больше не буду у нас другие с вами новости друзья мои тут вообще просто трындец я бы сказала так вот люди ее не поддержали в большинстве своем ее не поддержали за исключением ну таких же слабых на передок как говорится да слабых на передок бобинцы которые встали на ее защиту а что живое живым ну правильно же я сказала да чё надо было ждать-то две недели а уж не ждала бы совсем вообще друзья мои а чё надо было в тот же самый день когда мужа похоронила николая с которым 19 лет прожито на минуточку не год не полгода да не два месяца 19 лет надо было в тот же день бежать уралка ты чё-то терялась-то а две недели ты чё-то терялась и кстати ребята а ведь я оказалась абсолютно права мои хорошие но я же вам всегда говорю что я если большие обзоры уралки ролики большие я делаю несколько обзоров частями да и обзреваю каждую часть у меня и так обзоры получается большие так вот я же оказалась права когда я сегодня сказала что я это вранье слушать уже устала и сказала о том что в феврале да в десятых числах там она ну день неважно какого февраля господи это вообще не имеет никакого значения это не наши даты да она похоронила мужа а в марте как она всегда говорила она уже притащила этого в дом сегодня она сидела вертелась как уж на сковородке пытаясь рассказывать что весной весной мы познакомились я сказала о как всю жизнь была в марте а теперь весной ну понимаете да она пыталась показать что она ну как бы подождала какое-то время но весна вы меня извините весна это аж целых три месяца кто то бы мог подумать может быть не в марте может быть в апреле или в мае и так далее да там рассказывала сказки а ведь сарафан то потом же сдался потрохами когда он показал вот смотрите по есть сообщение когда я тебе писал да там в одноклассниках или черти где короче ладно меня все равно в этих социальных сетях нет дело не в этом да 20 марта он ей уже писал когда они уже встречались в очередной раз ребят только вдумайтесь то есть они уже встречались до этого да и вот тогда он к ней вообще уже пришел и я уверена что уже с концами а вообще я все таки думаю что наверное все таки правда является та версия которую о которой мы с моими зрителями уже говорили что сарафан знал николая при жизни да скорее всего николай нанимал этого сарафана потому что николай болел год да и когда надо было заниматься дачи у николая не было такой возможности скорее всего вот как раз таки летом осенью он возможно нанимал сарафана и собственно вот они и валандались я так думаю что так оно и было потому что слишком быстро вот эта веселая вдова все позабыла но друзья мои вы знаете мне так понравилось как она сегодня вышла вышла селедкой с тортом набор просто я бы сказала джентльмена друзья мои да прям вот знаете обосраться и не жить еще и огурцы маринованные еще значит и грибы маринованные да и чего там только не было очень интересный набор вот прям зашибенный прям знаете отмечает очередную годовщину свадьбы что самое интересное на стол вот сейчас уже могу об этом поговорить да не скатерти не вообще ничего не нормальной посуды ничего вообще нет какие-то миски 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 сами одеты черти как сами выглядят черти как где цветы а где подарки мне просто интересно а где а у нас принято она мужья дарят да и отмечаем годовщину свадьбы и нам дарят подарки цветы дарят обязательно и всегда это в порядке вещей а здесь не цветочка не подарочка ничего кто-то там из хомяков написал а а вот 23 и подарит правда они 23 выкладывают да вот этот вот ролик вот и надо было дарить цветы раз вы уж сели отмечать свадьбу уж если на то пошло или тогда садиться надо было 23 они 22 накануне короче с ними все понятно сарафан как всегда жлоб друзья мои который копейки на уралку не потратит да какие еще там цветочки помним прекрасно поникшие тюльпаны друзья мои на восьмое марта доставшиеся сарафану на халяву как же он радовался ну что я хочу с вами обсудить моменты очень интересные ребят подготовьтесь будет очень интересно но прежде чем мы с вами к этому перейдем к этим комментариям вы знаете уралка мне понравилось как она сказала нормально я всего наготовила а никто ничего не ест уралочка малоеха ты наша лялька ты полкило какие ешь не переживай ты все сожрешь за тобой как говорится не заржавеет далее друзья мои вот я уже этот момент немножко зацепила в своем предыдущем обзоре но мне сейчас хочется этот момент раскрутить когда начала рассказывать ой да я все все про сафар чека знала он сидел в кресле мы часами с ним разговаривали по ватсапу я знала и про детей и про люлей и про и про родню и про всех родственников сарафана и и вообще про всех на свете я все знала да сафар чек да а он сидел в кресле а его толком и не видно было какой он там росточком и так далее ну да друзья мои своих родственников похерила зато сарафана в уродню уралка ты знаешь сарафан лучше кирился как мог сарафан как мог пытался съехать с этой темы типа не помню моя хата с краю ничего не знаю да не помню то что было пять лет тому назад но уралка ты знаешь что я тебе хочу сказать то что у сарафанова родня была счастлива когда он тебя подцепил так скажем на свой вот этот вот сантиметровый крючок да они конечно же были очень рады потому что они поняли прекрасно что он действительно вытянул тот самый лотерейный билет выигрышный билет потому что они поняли что толку с него как сказала молока да ему пришлось бы здесь влачить жалкое существование но вот на его жизненном пути встретилась такая шикарная женщина с которой он поднимается все вещи и вещи вещи и вещи да друзья мои в общем уралочка даже не сомневайся не сомневайся твоя родня вернее твоя да она уже твоя кишлачная родня они счастливы что он живет с тобой и конечно же все мечтают о том чтобы он все это потом поимел от себя и они уже все сюда переедут и будут жить здесь а как говорится припеваючи я в этом даже нисколечко не сомневаюсь можешь считать что я с ними пообщалась и все знаю да мне очень понравилось когда начала рассказывать что сарафан сидел в кресле они общались часами ребят на минуточку человек искал работу человек так много много работал я про сарафана такой был работяга так искал работы так искал работу и находил время еще вечерами часами общаться с уралкой по ватсапу слушайте чудные дела тут бы знаете придя с работы как говорится хоть немножко там 5-10 минут отдохнуть и бегом-бегом надо что-то готовить стирать убирать что-то делать с кем-то там заниматься уроками туда-сюда да а здесь вообще часами мог себе позволить валяться валяться в кресле вот уралочка этого маленького плюгавенького длинноносого то и не разглядела на это думала там эхэхэй а там из эхэхэй только нос да сначала заходит нос ну а потом собственно появляется а сам сарафан да ну и что вот она рассказывает ой ой туда-сюда вот говорит у него была такая ситуация он хотел со мной встретиться но не получалось у него не было работы не было денег а как бы он пришел к женщине на встречу да без денег да и так далее в общем-то рассказывала таких сказок про белого бычка я даже это слушать не собираюсь знаете как говорится знаем плавали да прекрасно да прям так интересно ребят прям в аккурат как только познакомился с ней сразу остался без работы ничего не напоминает а мне напоминает как раз таки аферистов мошенников которые знаете влезают да в доверие к этим к одиноким женщинам да или там да вот она была вдова да и так далее и втираются к ним в доверие ой сейчас такая сложная жизненная ситуация не пустите ли там да они не покормите там пустите а то и переночевать негде и так далее и тому подобное все понятно собственно все понятно прямо знаете в аккурат когда познакомился с уралкой сразу же началась у него депрессия да и начались проблемы еще раз говорю когда мне пишут зрители да а вот он там сказал а вы что верите всему тому что он сказал или всему тому что верит урал сказала уралка я лично в это не верю после ее количества вранья я вообще ей не верю и все ее слова надо делиться как минимум на двое далее далее уралочка рассказывала что вот как все это было прекрасно замечательно да сарафан начал вспоминать как у него были вот эти времена великой депрессии друзья мои и говорит я побежал по высотской улице я иду там вообще здание я такой бизнес-класс короче там женщина крашеная стоит так тронь ее сейчас стукатурка посыплется ой хотели меня научить научить стать миллионером я отказался да сарафан прям вообще кино и немцы отдыхают ты лох медальный еще и побежал труда да ему позвонили друзья мои по телефону но понятное дело разводить умеет как говорится все понятно это чего на последние деньги типа поехал такси вызвал да а че что сарафан были последние деньги значит как бабе прийти тебе было не на что да какой-нибудь сраненький тортик купить даже какой-нибудь копеечный на тот самый момент то хоть там рублей за 200 да хоть в картонной коробке какой-нибудь да опять же значит на бабу потратить было жалко а вот свою жопу в такси отвезти чтобы стать миллионером ни хрена не делая не а тут не жалко ребят согласитесь вот смотрите я всегда ловлю их на вранье вот всегда всегда абсолютно то есть сами себе противоречит да к ней он не мог прийти денежек не было лишних там 200 или 500 рублей да конечно же не было а вот на такси денежки нашлись да последние деньги а он прямо едет на такси посмотрите какая прям знаете королевская особо да голубая голубая кровь белая кость но это вообще это нечто да а они скажут шоке шлачный а представляете привык добираться исключительно только друзья мои а вот значит а на такси да ну ладно значит рассказывал 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 а сидели сидели болтали болтали уралка говорит ой он пришел ко мне он знаете так меня сильно поддержал в этот момент сказал не переживай все у тебя будет хорошо уралка вы уже заврались окончательно то есть по вашим разговорам если вам верить да а вера вам как всегда нет у него была депрессия у него были проблемы в жизни да вот в аккурат прям случились проблемы и пропала работа да вот прям в тот самый момент когда он понял что на его горизонте появилась веселая вдова а а тут он уже сидел он уралку успокаивал ничего все будет хорошо но видимо сарафана в курил как говорится все да курнул понял скажет так надо пользоваться случаем сидит эта клуша сейчас я и в уши надую собственно на долги в уши все будет хорошо да сарафан имел ввиду все будет хорошо сейчас у тебя появился я я ребят нисколько не сомневаюсь что он остался у нее тогда уже 20 марта ночевать я даже думаю что раньше он остался я думаю вообще он остался очень рано ночевать и все она говорит ой на следующий день как посыпались ему предложения по работе да друзья мои такой специалист ни образования ни черта да в руках держал только ложку и лопату и тут же посыпались предложения прям как из рога изобилия далее далее да вот он тут же начал показывать в телефоне вот смотри 20 марта когда я вот к тебе уже там приехала когда вот мы там списывались ой и сообщение досталось и какой ты молодец и так далее друзья мои такая любовь такая любовь но ни букета цветов ни собственно подарка ничего не было я так понимаю где-нибудь в ближайшие дни конечно же мне продемонстрируют и цветы да и и подарок уралка имей ввиду что это все будет благодаря мне и моим зрителям да потому что мы тебя в очередной раз щелкнули по носу она говорит вы знаете да 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 вообще так здорово так вообще классно так все было круто и так далее и вот и вот замечательно и вот такой он весь из себя и я конечно знаете я поначалу с ним не думала связывать свою судьбу но говорит без мужика на даче да друзья мои это сказала великая фермерша у которой соток наверное 200 до 200 соток земли 70 голов крупного рогатого скота креста фермерши великая друзья мои у которой стоит дача на 6 сотках на минуточку кстати когда она рассказывала о том что вот ей кто помогал с этой дачи она же ничего никогда не делала потому что она не могла этого делать потому что ей было все время тяжело ей на даче помогала подруга и помогала племянница собственно они могли прода продолжать делать это дальше но друзья мои не тут то было уралки зачесалась как говорится в одном месте и понятное дело появился сарафан и вы знаете мне вот очень не нравится вранье которым они пытаются сейчас окутать всю эту историю а спокойным мужем который уже ничего сказать свою защиту не может так вот болел николай только последний год она не сидела у николая прикованная кровати несколько лет поэтому рассказывать сказки не надо там начинают писать уже врать дабы уралку так скажем да обилить в этой ситуации все равно ничего не получается нормальные адекватные люди понимают что уралки было аморальное поведение она беспринципная циничная особо который плевать на тех людей которые находятся рядом сарафан а ты знаешь был бы ты умный ты бы понял что вот так как она поступила с мужем с которым она жила 19 лет если бы получилось такая же ситуация с тобой с которым всего прожито пять лет она бы про тебя бы точно также бы не вспомнила уже через две недели понимаешь вот нормальный человек сделал бы какие-то выводы ну а собственно тебе то понятное дело с тобой как говорится тоже все понятно далее друзья мои начинает рассказывать о том что вы понимаете очень тяжело без мужика да на даче до шесть соток да туда до сюда и вот он приезжал ко мне в выходные оставался на выходной но ребят вы поняли все да это ее вранье конечно же был он там уже жил с ней на постоянной основе да 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 и и говорил ей ты необычная ты другая она я ему говорила да нет 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 я обычно нет ты не такая да господи уралка господи ты бы еще знаешь связалась с тем кто там сидит как говорится в местах да не столь отдаленных нет я не спорю там есть тоже нормальные хорошие люди и опять же да они стоит ставить штампы я к тому что есть такие разводилы да и вот среди вот таких вот которые вот мигранты приезжают да вот таких вот как сарафан да которым надо здесь лишь бы зацепиться среди таких которые там сидят разводила да которых бабы тоже верят они такие сказки на рассказывают что просто мама не горит необычная ребят она необычная ну да уж действительно по сравнению со всеми остальными действительно там конечно обычностью даже не пахнет она говорит видимо он так влюбился в меня ребят в этот момент мне стало смешно она говорит да ведь самая главная душа уралка я согласна самая главная душа у тебя души нет никогда не было и не будет потому что человек который предал так быстро своего мужа с которым 19 лет прожито через две недели уже привел альфонса вдвое моложе себя который вернее сыновья годится да тут никакой душой даже не пахнет вообще человек который не способен сострадать да а как же слова и в болезни и в здравии да когда мы стоим в загсе кстати еще раз хочу сказать сколько можно уже писать одну и ту же ерунду а гражданский у них наверное не настоящий гражданский брак товарищи ну давайте заканчивайте давайте уже как-то правильно говорить до гражданский брак в нашей стране понятие гражданского брака это брак который заключен в органах загса это единственный законный брак все остальное как там они там это со жительства гражданский брак это и есть единственный законный брак который у нас в органах Все остальное браком не считается и без штампа в паспорте. Так вот, значит, гражданский брак это со штампом в паспорте, если кто-то вообще не понимает, как говорится. Ну, я думаю, на моем канале таких точно нет, но смотрю, нет-нет, да появляются такие комментарии, я уже об этом много раз говорила. Ну да ладно, друзья мои, в общем, главная душа, да, определились, что душой там никогда, как говорится, не пахло. И вот я читаю комментарии на ее канале, наверное, сегодня впервые я читаю комментарии, потому что не до этого было. Я вообще у нее на канале редко-редко читаю комментарии, а тут такой был насыщенный ролик, есть о чем поговорить, и мне вообще не до ее комментариев. Недолго Олешка горевала, лучше бы не нужно было этих подробностей ради памяти мужа. А я согласна, ребят, полностью. Одна пишет, так она и не забывала его, часто вспоминает, заметьте, хорошими словами. О как! То есть то, что этот кишлачный О позволяет себе проходиться по памяти, да, уралкиного мужа, по его персоне, с молчаливого согласия уралки, это у нас оказывается, она его вспоминает хорошими словами. Вы ненормальная? Да чтоб вас-то уже так когда-нибудь вспоминали такими же словами. Это вообще трындец, я просто. Пишут, отвечают вот этой ненормальной жаполистке уралки. Ну да, не забывала. К таджику в постель прыгнула при живом еще мужа. Боялась, что на даче работать некому будет. Как это называется, ребят? Нафиг нужна эта дача? Вот скажите, пожалуйста, да, вот нет у тебя возможности содержать эту дачу, да, держать, заниматься этой дачей, там, в силу своего, там, нет времени, нет здоровья, нет сил, нет еще чего-то. Плюнули бы на эту дачу, какие проблемы? Ну оставили бы, ну ничего не сажали бы, да, ну и какой бедой? Ну я говорю, она ж не фермерша, у нее ж там не 70 или не 100 этих голов крест, да, не участок огроменный и так далее. Нет, ну не сажали бы, какие проблемы? Кто-то умер без дачи, нет, никто не умер. Ну смешно, согласитесь. Еще одна защитница пишет у Уралочки под этой же веткой. Болеть плохо, и за больным смотреть тоже нелегко. Оля ухаживала за мужем долгое время. Кто испытал, тот поймет. Боже мой, ребята, фу, какие же они вонючие лицемерки. Меня прям тошнит, вы знаете. Вот честно скажу, да, еще раз хочется сказать этим оошницам, а как же и в болезни, и в здравии, да, и в богатстве, и в бедности. А вы что, не понимаете, что в жизни бывают разные ситуации? Представляете? Вот ситуация элементарная. Вот у меня, да, с мужем была ситуация. В один прекрасный момент просто человек пошел, подскользнулся, упал, и упал очень неудачно, очень неудачно. Раздробил себе полностью пятку. Мой большой здоровый муж, вот так. И несколько месяцев мой муж сначала ходил, сначала он вообще не ходил, лежал в больнице несколько месяцев. Потом, представляете, да, на минуточку, опять же, вот, я, да, потом, значит, ходил на этих, на костылях, потом ходил с палочкой, потом пошел сам уже, без всего. Представляете? И все это, вот на все на это ушло где-то, наверное, около года. Ничего, представляете? А у меня и работа, а у меня и семья, а у меня и муж, которому надо было уделять внимание каждый божий день. И перевязки дома делать, когда его выписали из больницы, да? И все на свете, и туда, и сюда, и вовсюда, потому что он на костылях никуда не мог. Извините за выражение. Ничего, а как иначе, а что я должна была сделать? Тоже найти себе какого-то ошника и побежать к нему? Ну как же, это же тяжело, да? Это же тяжело болеть плохо и за больными смотреть нелегко, да? Так вы предлагаете, может быть, вообще тогда, если кто-то из второй половины заболел, все, сразу бросать? Не, ну а что, да? Нормально же, правда? Ребята, я в шоке. Я вот это вот слушаю, читаю, я понимаю, боже, сколько же подлых людишек. Даже не людей, а людишек. Стыдно должно быть тетке вам. А я понимаю, что вы взрослые тетки. Вот по сравнению даже со мной, вы мне в матери годитесь. Стыдно должно быть. Вообще такое произносить и писать. А вы никогда не думали, что она могла оказаться в такой ситуации? Она могла, да? А может быть, еще все впереди, да? Опять же. Сарафан тоже может сказать, а что, болеть плохо и за больными смотреть тоже плохо. Ребята, я в шоке, честно. Я вот на это смотрю. На вот это падение нравов, да? На вот это аморальное поведение, на этот ужас. Я просто в шоке, честно. Это ненормально. Это опять же ненормально. И еще раз хочу сказать. Год болел у нее муж. А не пять и десять лет.